Украина намерена окончательно покинуть СНГ, прекратить действия отдельных положений договора о дружбе с Россией и продолжить свой путь в НАТО. Все эти месседжи Петра Порошенко прозвучали сегодня на Киевском форуме по безопасности. Все подробности расскажет Ольга Теребинская. Украина готовится разорвать связи с содружеством независимых государств. Киев намерен выйти из всех органов управления СНГ, заявил президент Петр Порошенко. Зоглядно на то, что Украина никогда не была и не является сейчас членом СНГ, и отмога этой структуры СНГ засудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы вместе с урядом подготовили пропозицию о официальном прекращении нашей участии в статутных органах СНГ. Петр Порошенко также призвал иностранных партнеров пересмотреть договорные обязательства с РФ и заявил, что внесет на рассмотрение парламента законопроект о приостановлении отдельных положений договора о дружбе с Россией. Но в то же время он считает, что полностью отменять документ нельзя. Бои важливыми для Украины положения, в яких сторонах, я цитую, поважают территориальную целесность одна одной, стороны подтверждают непорушность существующих между ними кордонов. Хочу подкреслить, что, соответственно, норм международного права, все положения договора остаются членными, независимо от будущего аннулирования Рады, ее отдельных положений. Предоставление Украине летального вооружения – это сдерживающий фактор для Российской Федерации, заявил президент. И такую помощь нужно увеличивать. До нас еще даже не надеялась оружие, а российские танкисты отмываются выводить свои танки, почував, что эта оружие может быть у нас на оружии. И будто эта летальная оружие, она рятует жизнь украинских воинов и украинских цивильных. Это надзвучайно важливо. Мы должны дальше помогать Украине, поставляя летальное оружие. И не для того, чтобы показать всему миру, что поощряем войну. Нет, мы хотим обороняться. Сейчас настало время для четких и эффективных действий, которые позволят остановить российскую агрессию. Об этом, в свою очередь, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Самое главное – это адекватность принятия ситуации. Мы должны правильно прогнозировать будущее. Мы должны адекватно действовать. У нас есть несколько шляхов, а мы можем переконять врага остановиться, а мы должны должны его остановиться, вернуться в межи своей страны и стать частью цивилизованного света. Завтра Киевский форум по безопасности продолжит свою работу. Там ожидаются десятки выступлений украинских министров, депутатов, общественников и представителей международных организаций. Ольга Теревинская, Евгений Каминский. Подробности – телеканал «Интер».